приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня хочу показать как задекорировать павлина заготовку павлин если вам интересно оставайтесь со мной и приступим обтягивать шар тканью мы умеем единственное покажу как приклеить с разовую цепочку но это чуть позже сейчас хочу показать как задекорировать павлина как сделать вот такие капельки вы мне часто задаете вопрос работаю приклеиваю ли я камни в цапах или без сегодня покажу как это делать на чем работать чтобы было удобно чтобы ничего не прилипало и конечно прикрепим с вами павлина к игрушке если вам интересно оставайтесь со мной и приступим у меня есть вот такие прозрачные камни они в цапах но для работы я отца по снимаю как я это делаю я беру ножик или что-то вот так поддеваю и под камень чтобы не поцарапать камень вот таким образом и все спокойно выползает также делаем с большим камнем именно под камень чтобы вы не поцарапали камень и чтоб все было идеально вот таким образом вот так получается теперь я беру клей я использую универсальный клей уху вы часто видите в моих видео и вот так вот на нашу большую каплю сразу камень не подклеиваю а даю немного клею закрепиться вот теперь можно и подклеиваю камень камень чуть-чуть вот такой тот неровной и именно за счет того что клея много и мы далее ему чуть-чуть закрепиться камень вот лежит ровненько теперь я беру клей и наношу вот так вокруг камня тоже достаточно много клея я заранее отрезала цепочку и подклеиваю один край у меня выше другой чуть ниже чтобы образовалась красивая капелька вот так соединяю оба края вот один чуть выше другой чуть ниже и красиво все укладываю и получается вот такие вот капельки и также обработаю большой камень и также вы все время спрашиваете про размер камней здесь можно использовать любые размеры камни которые у вас остались от каких-то других изделий поэтому можно использовать любой размер не обязательно брать именно такие как у меня и когда все готово откладываем сушиться и затем мы аккуратненько все вот так вот снимем и у нас все будет подклеена и ничего не надо будет отдирать я заранее вытащила перья из пакета то в пакете они не такие пушистые и вот примерно прикидываю где какие перья мне нужны много не надо чтобы хвост у павлина был не был слишком пушистым вот примерно вот так мне хватает вот я устанавливаю первое перышко и примерно от середины отодвигаю его и наношу клей я и подклею клей размазываю прямо по заготовке и подклеиваю перо здесь возьмите что-нибудь пинцет не лезем руками чтобы не обжечься и вот так все приклеивается если здесь чуть-чуть оттопыривается также поднимаем перу чуть-чуть клея и опускаем отодвигаем чтобы не заклеить случайно перья иначе если клей попадет вы уже вам просто придется его снять теперь я прикладываю следующее перо так не с этой стороны как-то первый раз смотрелось лучше сейчас все вернем вот теперь я с этой стороны подклеиваю уложила перо смотрю где мне подклеить отодвигаю и аккуратненько наношу клей много клей тоже не наносим и прижимаем даем закрепиться как закрепилась у нас так что то здесь прилипло камешек берем следующий я стараюсь все перья вот в одном месте чтобы потом их закрепить всех вместе и вот так понемногу так тут аккуратно потому что перья пушистые и чтобы клей не потянул остальные перья прижимаем и даем закрепиться и так продолжаем работу подклеиваем все перья если мне кажется что где-то у меня что-то не хватает подрезаем маленькое перышко все поднимаем не наверх а именно все поднимаем подсовываем перышко сейчас я нанесу клей на него и подклеиваем вот теперь у меня все красиво теперь я просто беру вот так все отклеиваю и вы видите все приклеено и все чисто и вырезаю вот таким образом можно сначала чуть-чуть оставить ткань и затем уже подрезать вот так вот и лишнее поджечь и получаются вот такие красивые капельки большой камень я подклею на крыль и два крылышка нанесу достаточно много клея и вот так подклеиваю и даю закрепиться и теперь предварительно расположу камни располагаю так чтобы скрыть вот эти вот от перышек где вот этот ствол перышко и конечно лучше расположить не все в одном месте а не подклеилась вот можно закрепить сразу пускай это пока подсыхает и именно чтобы не в одном месте а такой красивые чтобы красиво все спускалась вниз ну вот так мне кажется что очень даже ничего теперь я беру камень не руками а именно пинцетом как-то сбоку и наношу клей на камень не на перья а именно на камень и подклеиваю если вы нанесете на перья носиком можете растянуть и перья все склеятся и даем закрепиться теперь беру следующий камень и также наношу клей подклеиваю и продолжаю работу наносим клей на середину и так подклеиваем все наши камни глазик я решила приклеить темный камень поэтому наношу клей и вот так подклею и я также решила приклеить камешки поменьше перехватываю пинцетом наношу клей наношу достаточно большую каплю все придерживаю и подклеиваю и прижимаю чтобы клей склеил все насквозь придерживаю и даю закрепиться и вот что получается продолжаю работу мой павлин почти готов возможно я здесь еще сделаю хохолок но пока отложу и сейчас буду декорировать шар покажу как подклеить цепочку укладываю шар чтобы мне было удобно подклеивать и наношу клей вот сюда я сначала буду подклеивать одну сторону а затем вторую нанесла клей беру цепочку и укладываю рядом с клеем и теперь пододвигаю ее к полу бусинам и даю закрепиться цепочку меня закрепилась отодвигаю и наношу клей вот рядом с полу бусинами и теперь также пододвигаю цепочку приклеится цепочка к полу бусинам и не будет никаких остатков клей у нас нигде не выползет все будет чисто вот вы видите я достаточно много клея наношу но при этом у нас все чистенько измеряю сколько цепочки мне надо лишнее отрезаю и подклеиваю я сначала подклеиваю всегда с одной стороны с разовую цепь а потом перехожу уже на вторую сторону вот я подклеила здесь следующая здесь потом здесь и здесь и затем буду подклеивать вторую часть так удобнее и все постепенно подклеивается одни стороны я подклеила теперь подклеиваю вторые стороны также наношу клей и вот эти края цепочек мне надо подклеить обязательно укладываю цепочку рядом не доходя один миллиметр теперь пододвигаю пододвигается клей и склеиваются вот здесь две цепочки все выравниваю и даю закрепиться затем также отодвигаю наношу клей и продолжаю работу вот такой павлин у меня получился и я сейчас думаю сажать его на шар или оставить так пока еще не придумала поэтому оставлю как есть и уже подготовила к следующему комплекту шишки как они красиво все это будут дополнять и следующем уроке мы с вами будем делать вот такой шар а на сегодня все надеюсь урок вам понравился был полезен и вы узнали что-то новое творческих успехов и до скорой встречи пока пока